Они проникли внутрь. Челси в это время спокойно лежала. Ее родственники неподалеку приободряли друг друга. Мы находились в сообществе единомышленников. Атмосфера была непринужденной. Это сообщество, основанное мною, поступает за расширение сознания, стирание границ. Неважно, где мы, важно помнить, что все мы внутренние целители. Меня зовут Лусяна Стиглич. Я хилер, учитель, наставник и основатель Иннахиллерс Групп. Сегодня я веду это радио-шоу. Оно особое, потому что в гостях у нас Пеппер Льюис, известная по всему миру как автор книг, наставник и ченнелер или медиум. Более 15 лет она является главным голосом Матери-Земли Гайи. Делится советом, опытом и мудростью с людьми во всех уголках света. Ее учение глубоко и серьезно. Она объясняет свою задачу следующим образом. Ченнелинг для меня — это соединение молитвы и медитации. Что касается молитвы, то мы задаем вопросы, а медитируем и получаем ответы. Ченнелинг позволяет объединить оба эти элемента. Пеппер поговорит с нами о том, как она стала ченнелером и какую роль самооценка играет в этом процессе. Она также поможет передать мудрость Гайи и поделиться с нами. Здравствуй, Пеппер. Здравствуй, Лусяна. Как ты? Я так рада быть с тобой на твоем радиошоу. Привет. Спасибо, что смогла присоединиться и поделиться мудростью. Как ты? Я прекрасна. Мы уже какое-то время общаемся по электронной почте, и замечательно, что у нас появилась возможность поделиться мудростью друг с другом и с остальными. Да, я очень рада. Могла бы ты рассказать нам о том, кто ты, чем ты занимаешься, кто такая Гайя, и как же ты пошла по этому пути? Я тоже об этом думаю иногда. О пути я нашла его, а он нашел меня. Так случается в жизни. Я всегда чувствовала нежную привязанность к Земле и ко всему, что связано с ней. Не сказала бы, что провожу много времени на свежем воздухе, но по праву могу назвать себя естество испытателем жизни. Я всегда считала, что каждое царство природы, каждый аспект жизни важны, бесценны и необходимы. И в раннем детстве даже я часто думала. Я думала о том, что же думаю я, и мне было интересно, что чувствует Земля. Я представляла себе то или иное животное и думала, а какого же мне не Земля об этом животном? Будучи ребенком, я страдала от очень сильных мигреней. Мама помещала меня в темную комнату, закрывала шторы и окна. Я тихо лежала и надеялась, что скоро эта ужасная головная боль пройдет. И в это время в моей голове мелькали эти замечательные образы Земли. Они похожи на то, что мы видим теперь, но они были богаче, как будто бы там были более плодородные почвы, большее количество биологических видов, и не было проблем, с которыми, как мы знаем, Земля сталкивается сегодня. Именно в то время началась моя связь с Землей. И мне кажется, что эти образы были навеяны мне ангелами. Многие были помещены в что-то похожее на дождевые капли или сферы в форме дождевых капель. Это были очень яркие образы. Прекрасно было проводить время, ожидая окончания головной боли, представляя эти образы. Иногда мне даже пыталось симулировать головную боль, надеясь, что вновь появятся образы. Но в жизни всегда понятно, когда ты хитришь, поэтому в то время образы не возникали. Вот так я начинала. И с тех пор я нахожусь день за днем, год за годом, в путешествии длиною в жизнь, обогащая себя и находясь в приносящем удовлетворении со всем, что находится на Земле и в Земле. Я не знала, что это называется ченнелинг. Лишь подростком я познакомилась с этим понятием. Подумала, наверное, именно этим я и занималась все это время, ведь мое общение, моя связь так глубока. Не могла бы ты описать, что такое ченнелинг и ченнелер? И расскажи о своем опыте. Ты знаешь, это очень похоже на интуицию, но намного более яркое и глубое чувство, как будто бы это мысль или представление, которое реализуется в жизни. Образы намного более яркие, слова имеют больший смысл, чем то, к чему мы привыкли, потому что дух имеет доступ ко всему, что у нас есть, и даже к большему. Ченнелинг — намного более глубокое видение, потому что дух зрит в корень и может предложить что-то большее и более глубокое нам. Мы можем обладать большим количеством знаний и видением более глубоким. Если мы хотим, мы можем преобразовать видение и знания в мудрость. Мы собираем информацию, привлекаем знания, совмещая их с ченнелингом, можем быстро стать мудрыми, но все зависит от нас. Ты говорила, что начинала ребенком. Было ли сложно тебе общаться с другими детьми? Да. Я бы сказала, что да. Потому что, возможно, некоторые слушатели знают, я родилась в Южной Америке, в Аргентине, в Венес-Айрисе. Когда я приехала в США, мне было всего лишь пять месяцев. Я выросла чужаком на этой земле. Мне приходилось одновременно учить два языка. И у меня была эта уникальная способность. Я не понимала ее сути. Я думала, что все воспринимают меня так же, как и я. Когда я начинала говорить с людьми о своих ощущениях, на меня странно смотрели. Думали, ну, видимо, это детское воображение, фантазия. У каждого есть невидимые друзья и так далее. Будучи ребенком, я научилась молчать о своих ощущениях. Какую роль самооценка играет в твоем развитии, как Ченнелера? Не могла бы ты рассказать. Хороший вопрос. В детстве мне было довольно тяжело. Да, у меня было тяжелое детство. Именно это слово я использую. Мои родители принадлежали к другому поколению. Они довольно суровы. Меня наказывали часто, чаще, чем нужно было для воспитания ребенка. Было нелегко. Но сейчас, оглядываясь назад, я могу понять, что дар, который мне дали, был в том, что я могла заглянуть вглубь и начинать задавать вопросы. Действительно ли это жизнь? Так ли нужно жить? В этом ли суть? Иногда я разговаривала с кем-то или с чем-то и просила, «Покажите мне что-то лучшее, что-то иное». Я начала получать сигналы, вдохновение и советы из глубины. Неважно, что происходит во внешнем мире, есть всегда что-то внутри. Иногда мы думаем, что с нами происходит что-то, чего мы явно не заслуживаем. Но мы всегда можем укрыться внутри. И это то, что находится внутри, поможет нам развиваться и расти, и стать чем-то более нужным и прекрасным. Я считаю, что моя жизнь прекрасна. Могла бы ты рассказать нашим слушателям, как именно ты слушаешь этот голос, как ты выделяешь его из других? Я бы сказала следующее. Голос всегда с нами, и он всегда был с нами. Нам нужно лишь начать выделять его в хоре других голосов. Мы говорили о самооценке, это прекрасная тема. Голос, который мы слышим чаще других, это голос, говорящий нам, что мы сделали что-то не так, мы опоздали, нужно было думать раньше, делать этот проект или задачу лучше. Уже сейчас нужно было его сделать. Это самый громкий голос, мы слушаем его. А голос Духа или внутреннего «я» — это сущность, которая говорит с нами. Мой учитель сказал немного лет назад, «Духи не кричат, им это не нужно». Мы должны слушать тихо и спокойно этот внутренний голос. Он говорит негромко, правдиво и лаконично. И всегда оставляет нас остановиться и на секунду задуматься. У нас у всех есть этот голос, но иногда мы забываем о нем и начинаем жить обычной материальной жизнью. Реальность — это то, что мы можем потрогать, увидеть и сделать. К сожалению, не позволяет нам такой взгляд быть тем, что мы есть, сущностью. Гайя любит говорить, что мы человеческие сущности, человеческое бытие, а не действие. Нужно уметь остановиться и помнить о том, чем мы являемся. Хоть времени от этого не замедлится, и у нас не появится больше задач, которые нужно выполнить в течение дня. Однако все будет разложено по полочкам. Как бы ты охарактеризовала разницу между собой, своим голосом и голосом кого-то другого? Это очень хороший вопрос. Прежде всего, главный голос, который мы слышим, принадлежит личности. Личность имеет способность быстро принимать решения, говорить «да» или «нет», давать скорые ответы, вносить суждения. Личность сравнивает день и ночь, нас с нашими друзьями и соседями, сравнивает противоположности, свет и тьму, успех и неудачу. Личность быстро выбирает между одной и другой противоположностью. Помимо этого, есть свое «я», которому не нужна личность. Оно использует другую часть нашего разума, нашего мозга. Своё «я» может объединять правое и левое полушария мозга для того, чтобы делать нас более сбалансированными, давать нам возможность оценки и возможность видеть вещи глубже, видеть разницу, видеть переменные. У нас появляется возможность выбора. Даже когда личности кажется, что выбора нет, нужно сделать либо то, либо это. Своё «я» знает, почему нам нужно сделать то или другое, и выбирает. Таким образом, наше видение расширяется. Кроме того, есть либо Гайя, либо какой-то другой из наших наставников или внутренних учителей. Мы должны узнавать их, потому что они любят нас, они сострадают, но они также несколько отстранены и беспристрастны. Они не говорят правильно или неправильно, не говорят о том, что нужно сделать, но дают нам поддержку за счёт этого глубокого видения. Когда я занимаюсь ченнелингом, я чувствую основание под своими ногами, очень твёрдое основание. Например, многие люди, которые начинают заниматься ченнелингом, ищут чего-то небесного, воздушного, а чувствуют твёрдую основу под ногами, им кажется, что они не достигли успеха или делают что-то не так, потому что Дух позволяет нам чувствовать себя комфортно в жизни, комфортно в своём теле и в продвижении по жизни по этому пути, как будто бы у нас появляется боковое зрение. После того, как мы прислушиваемся к этим голосам и начнём немножко отодвигать личность, мы начнём различать едва уловимые оттенки разницы между голосами. Когда говорите о ченнелинге, вы используете чувства, а как к этим соотносится голос? Да, я даю уроки, я учу, как заниматься ченнелингом, и они очень быстро учатся, и намного быстрее, на самом деле, чем я училась годы назад. Мы принимаем внимание и учитываем все наши чувства, делаем акцент на пяти физических чувствах, почувствовать, потрогать, понюхать. Это традиционно, а когда мы работаем с ченнелингом, то мы уже обращаемся к телепатии и к интуиции и более тонким ощущениям. Будучи детьми, мы воспринимаем всё это как должное и не пытаемся развивать такие чувства. А если бы мы могли развивать это в детском возрасте, то сейчас они были бы намного более явными. Не только определённая группа людей обладает этими способностями, они есть у всех нас. Мы используем эти едва уловимые оттенки чувства. В нашей программе многие люди обсуждают важные вопросы. Ты говоришь о том, о чём говоришь, делишься своей мудростью. Почему ты полагаешь, что это важная тема на сегодняшний день? Я думаю, что сейчас настал такой момент, довольно сложный момент на нашей планете. Мир страдает некоторым образом. У нас у всех есть чувство, что мы на пороге чего-то нового. Этого прекрасно. Начинается новая эпоха, заканчивается старая эпоха. Сейчас мировая экономика в неустойчивом положении ресурсы и окружающая среда хуже, чем они были раньше, в прошлом. Но другие чувствуют усталость от этого пути, от нашей жизни, и от всех тех целей и представлений, которые давляют над нами, но не приносят ожидаемых результатов. Мы прошли уже половину пути, и мы думаем, что результаты могли бы уже проявиться, но их нет. Люди останавливаются, начинают задумываться. И, честно говоря, я видела многих людей, которые просто устали и сдались. И они сказали, «Все, я больше не могу, я сделал все, что мог. Больше ничего сделать не могу». И именно в этот момент нам нужно остановиться, глубоко вздохнуть и почувствовать страсть в сердце к обновлению, обновлению себя и жизни. С помощью надежды, любви и ожиданий, которые мы испытываем по поводу этого мира и продолжить путешествия не только ради себя, но и ради грядущих поколений, ради тех, кто идет рядом с нами, ради других элементов и королевств и царств на Земле. Потому что мы являемся частью этого процесса. Сейчас очень важный период на нашей планете. Мы должны научиться доверять себе и советам, которые мы получаем изнутри для того, чтобы шагнуть вперед. я думаю, что это будет достойным опытом. Что бы ты сказала? Каковы вот знаки и признаки того, что люди живут с низкой самооценкой? Не могла бы ты повторить? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, каковы признаки того, что человек живет с низкой самооценкой? Понятно, низкая самооценка проявляется практически в любой области нашей жизни. Например, когда мы сравниваем себя с другими, сложность с определением самооценки заключается в том, что она основана на личности. Это очень субъективная оценка. Нет истинного мерила самооценки, кроме как то, как мы сами себя видим. Мы оцениваем себя, свою ценность. И тут нам мешают наши взгляды и представления. Мы полагаем, что жизнь должна выглядеть так-то и так-то, и мы должны достичь уже чего-то к определенному моменту времени, а мы не достигли. Если мы так думаем, то эти ложные критерии мешают нам и снижают нашу самооценку. Очень интересно то, что мы используем это слово, термин «самооценка». На самом деле он мало общего имеет с нами самими, потому что наша личность давляет над нами и оценивает нас. Личность, которая помешана на полярностях, противоположностях с успехи и неудачи. неудачи, как правило, звучат громче, они кажутся более заметными в нашей жизни, чем успехи. Самооценка — это понятие, которое нужно правильно воспринимать. Это качественное, а не количественное понятие. Для того, чтобы поднять самооценку, нужно понять самого себя, нужно понимать свою ценность, а мы цены только потому, что мы живем, существуем, у нас есть сердце, которое знает, и которому не все равно, которое чувствует, и только это придает нам очень большую ценность. Нужно уважать себя, относиться к себе хорошо. Мы люди, мы уникальны, каждый из нас индивидуальность. Нам нужно помнить об этом всегда. Конечно же, нам также нужно любить друг друга, что, в общем, довольно сложно. Многим проще любить других, чем любить себя, и видеть успехи и ценность других, чем успехи и ценность себя. Нужно всегда работать над ценностью и цельностью себя. Нужно каждый день поднимать планку для того, чтобы жить, ставив все более и более высокие цели, и это будет повышать нашу самооценку. скажи, пожалуйста, есть ли какие-то практические шаги для того, чтобы постоянно чувствовать высокую самооценку и жить с ней? Один из способов это признание того, что это самооценка качества, которое можно улучшать. Всегда нужно помнить о том, что наша личность будет занижать самооценку. Нужно выйти за границы личности, найти какую-то новую сферу, нового себя, новое я. Нужно помнить, что мы являемся отражением других людей, их поступков и действий. Нужно постоянство, постоянно напоминать себе, что мы ценны, что жизнь, стоит того, чтобы жить, что всегда есть ответ на вопрос и решение проблемы, что нельзя автоматически поддерживать высокую самооценку, потому что погода меняется от дня ко дню, так же и самооценка, и наше состояние. Иногда самооценка высокая, иногда очень низкая, но это пройдет. Наше самочувствие отличается в зависимости от погоды, так же и наша самооценка и способность оценивать себя правильным образом. Не могла бы ты предложить нашим слушателям какие-нибудь способы поддержания себя в области вибрации высокой самооценки? земля, например, всегда очень высоко себя оценивает. Мы можем находить то, те понятия, тех людей, которые для нас всегда являются источником высоких вибраций, например, какой-то свет, который повышает настроение, или цветок, или пейзаж, или какая-то атмосфера, которая поможет восстановить высокую самооценку. Иногда это все, что нам нужно, лишь обновить свое представление о своем «я». Это нельзя измерить. Дело в качестве, качестве нашей жизни, которое нужно восстанавливать и повышать. К сожалению, мы думаем как потребители. Мы думаем, что если мы что-то купим, приобретем, то у нас будут более высокие стандарты и качество жизни. Но есть только то, что нужно осознавать и видеть внутри. Нужно поднимать это на поверхность из глубин, в которых оно покоится. Мои примеры всегда проистекают от земли. зависимо ни от чего земля обновляет себя. Всегда приходит весна. Даже если какой-то вид, какие-то животные вымирают, я знаю, что появятся новые животные и новые виды на нашей земле. Природа знает, как восстанавливать себя и обновляться. Не просто выживать, но процветать в любом окружении. И когда мы сможем найти эти качества в себе и поднять их на поверхность, тогда наша самооценка будет высокой. Я встречала некоторых людей в своей жизни. Они были моими наставниками. Они окружают меня. Либо это какие-то исторические персонажи. Я очень с большим уважением к ним отношусь, к тому, что они делали, как они жили. Я читала их биографии специально. Особенно я читала об их неудачах, не об успехах, не о великих успехах и достижениях, за которые их помнят потомки, но за их слабости, за вызовы, за проблемы. Именно за это я уважаю этих людей. Я всегда помню о этих примерах. И когда мне плохо, когда я запуталась или чувствую себя потерянной, у меня есть точка отчета, я возвращаюсь к ней в сердце, в мыслях, и, конечно же, это помогает. Я предложила бы и другим такой способ. Как ты считаешь, молитва, медитация и ченнелинг, они помогают тебе быть в зоне высоких вибраций? Да. Конечно, я могу так сказать, потому что мы всегда в таком случае, в случае этих практик, оказываемся во внутренней области. Многие люди считают, что не могут медитировать. Они говорят, мы не можем тихо сидеть и успокоить свой разум. Я понимаю их, потому что я тоже обладаю кипучим умом. Я всегда составляю списки того, что нужно купить. У меня в мозгу циркулируют идеи, опасения, надежды, и даже когда я сажусь для того, чтобы медитировать, они полностью не уходят. Поэтому я прибегаю к следующему. Это процесс, который я называю созерцание. Я сажусь и созерцаю дерево, которое у меня за окном. Я смотрю на кору и представляю, как же дерево выглядит изнутри, сколько колец и насколько глубоко уходят корни, глубокие ли они, либо они распространяются на большую площадь. Я смотрю на ветви, насколько далеко они распространяются. Всесезонное это дерево или нет. И каждая часть дерева начинает представлять собой какую-то часть жизни, олицетворять ее. И мой разум становится частью процесса творения, медитации. Созерцание помогает мне не сражаться со своим разумом для того, чтобы заставить его замолчать. Это очень простые практики. Всегда можно к ним прибегнуть. Можно даже стул созерцать, если у вас за окном нет красивого дерева. Ваш ум становится частью глубокого позитивного процесса, который помогает двигаться вперед, а не просто пытаться почистить хвосты. Любые внутренние практики хороши для обновления. Очень очень легко найти канал для медитации. Лишь одна маленькая мысль является порогом и коридором для ченнелинга. Ваш ум не уносится куда-то далеко, но он просто присоединяется к этому процессу, как будто бы сплетаются две нити, нити с светом. Что-то добавляется к моменту времени. Вы ощущаете, что вы слились с чем-то другим. Вы приобретаете мудрость и познаете истину. Едва уловимые сдвиги происходят в вашем сознании и развитии. очень часто считают, что ченнелинг имеет дело с процессом говорения. Нужно говорить на другом языке либо на другой частоте, но прежде всего ченнелинг это что-то едва различимое и уловимое. Практика, которая может принести нам много пользы. И мир ченнелинга помогает мне год за годом идти по моему пути. Я изменилась навсегда. Самооценка это что-то измеримое. Если это, как можно ее измерить? Я на самом деле не хотела бы говорить о измерении самооценки, если это возможно, потому что измерять это сравнивать что-то с чем-то другим. Наша сущность такова, что человек всегда чувствует свои недостатки. Если можно избежать сравнения и измерения, то это будет лучше. Нужно наблюдать за собой, как мы настраиваемся на одну волну с жизнью, тогда будет повышаться самооценка. Мы не просто человеческие существа, мы сострадающие, любящие уникальные существа. В тот момент, когда мы начнем созерцать жизнь и понимать ее ценность, повысится наша самооценка. Нам не нужно сравнивать одно с другим. И свои результаты сегодня с прошлогодними результатами. просто можем пользоваться плодами и благами того, что достигли. Например, мы остановились, чтобы понюхать ароматный цветок. мы не сравниваем его с запахом цветка, который мы нюхали в предыдущий раз. Мы сравниваем себя со своими же вчерашними результатами, сегодняшними. Это неправильно. то есть ты считаешь, что твои практики важны и помогают? Да, я думаю, что это добавляет стабильности в жизни. Очень часто мы катаемся на американских горках в жизни. Взлеты и падения вверх вниз, плохой день, хороший день. Что-то случилось хорошо или плохо, что-то получается или нет. Американские горки каждый день подрывают наши силы. И когда мы можем хорошо к себе относиться и знать, что мы цельные, мы полные, мы завершенные, мы на связи со всем, что есть на земле, мы это тоже, что и другие, мы отвечаем за собственную жизнь. У нас есть способность общаться с жизнью. В таком случае самооценка становится чем-то естественным, ее не нужно достигать или повышать и улучшать. Это что-то естественное для нас, присутствие своего «я», и это присутствие очень ценно, оно может улучшить все стороны нашей жизни. Каковы же внешние и внутренние факторы, которые указывают на самооценку? Это хороший вопрос. Когда мы живем и оцениваем себя высоко, то, конечно же, мы оптимистично смотрим на жизнь. Мы знаем, что даже если сегодня что-то получилось не так, как мы хотели в бизнесе или в отношениях, можем сказать, это был прекрасный интересный опыт. Случилось все не так, как я планировал или надеялся, но завтра или в следующий раз все будет по-другому и лучше. Когда самооценка высокая, мы обладаем знаниями, что в следующий раз будет, будет следующая возможность, всегда будет что-то, что мы сможем улучшить, еще один шанс. И когда у нас низкая самооценка, мы ждем следующего вызова, следующей проблемы, следующей неприятности и думаем о том, как бы обезопасить себя до того, как очередной камень упадет на нашу голову, способность быть стабильными, чувствовать основание под ногами. вот что важно. Также возможность и способность быть на одной волне жизни, знать, что будут и удачи, и неудачи, проблемы и новые вызовы. Нельзя привязывать самооценку к событиям в жизни. Нужно уважать себя и высоко ценить без привязки к тому, что происходит у нас в жизни. Это всего лишь событие. мы говорили о возможности провести эксперимент. Возможно, Гайя могла бы поговорить с нами. Я с удовольствием соглашусь на этот эксперимент. Мы говорили об этом, и мне потребуется некоторое время, чтобы настроиться. Да, а когда вы поговорите с Гайей, дайте ей знать, что она может уходить, и я снова буду с вами. Прекрасно, спасибо. Приветствую тебя, дитя. Настал момент. Если хочешь, назовем это моментом призвания ченнелинговой мудрости для решения вашей проблемы. С вами говорит Гайя, суть земли и всех существ, включая людей, живущих на ней. Я считаю, что все существа возвышены, и каждый человек уже уважает себя и высоко себя ценит. Как я могу помочь тебе, скажи? и мы продолжим наш разговор. Спасибо, Гайя. Мне очень приятно разговаривать с вами. Сегодня мы говорим о самооценке. Мне интересно, могли бы вы поделиться мудростью относительно этого предмета? как нам поднять самооценку? Дитя, прежде скажу, что вы не просто люди. Этот термин не полностью применим к вам. Когда вы говорите «человек», вы говорите сказать «лишь человек». И в этом-то и вся проблема. Мы человеческие существа, вы говорите, а я говорю, что вы божественные, возвышенные, мудрые существа. Но вы сами о себе так не говорите. И, к сожалению, автоматически ясно, что вашу самооценку нужно поднимать количественно. Человечество — это вид, но не вид Земли. Это вид света. Вы не можете понять, что же делает людей божественными. что же делает вас сущностью, когда вы говорите «человек»? Как будто вы считаете, что всего лишь человек. Что же можно от нас ожидать, вы подразумеваете? Мы делаем все, что можем. Мы все еще учимся. Мы не волшебники. Человечество сначала думает о том, чем не является, а нужно думать о том, что есть на самом деле. вот что я могу сказать относительно самооценки человечества. Быть человеком значит быть целым, не частью, не чем-то в поисках себя, но быть целым, целостным. Большая часть человечества целая, личность забывает об этом. Личность постоянно ищет себя, пытается понять, что же она из себя представляет, поэтому ей тяжело уважать себя и оценивать себя высоко. Иногда личность идет по жизни, как будто бы у нее был врожденный дефект, как будто бы она слепа. Человечество не помнит своего истинного происхождения и наследия, не знает, истинно. Кто же его родители? Понимаете? Вот причины, по которым возникают проблемы с самооценкой. Человечество ищет новую истину, и ему требуется всего лишь обратиться к первоначальной истине, помнить, что человечество божественно и целостно, и путешествие по земле лишь временное. Это приключение исследование, открытие. Это лишь новаторская вылазка в новую область, в новое царство. И когда человечество научится уважать себя, жизнь станет менее автоматической, менее механической и поистине большим приключением, где каждый будет уважать себя, компаньоном света и будет уважать тех, кто идет рядом. Гайя считает, что для повышения самооценки нужно, чтобы человек считал себя больше, чем лишь человеком. гайя. Спасибо, Гайя. Самооценка это очень важная тема. Почему ты считаешь, что она так важна сейчас? важность в настоящий момент времени заключается в том, что человечество преобразовывается, становясь другим существом. Сейчас вы говорите люди, но появляется новый вид людей, который рождается внутри вас. Конечно же, все это происходит во время вашей жизни. Вы живете и дышите в вашем теле, и процесс вам незаметен, но на клеточном, на молекулярном уровне, на уровне частиц существо свое я знает, что происходит. Происходит перерождение. Понимая это и осознавая, нужно постараться родиться более целостными, уважая себя лучше, с высшей самооценкой для достижения цели и движения вперед. сейчас, в 2011 году, который настал и продолжается, каждый из нас, каждый человек может послужить примером, потому что каждый имеет возможность пройти намного больший путь за этот год, чем за все предыдущие годы. Независимо от вашего биологического возраста, за один год, который недавно начался, за 2011, каждый из вас может найти что-то, достичь чего-то, познать что-то, и это будет результат в сто раз больше, чем то, что случалось с вами до этого. Поэтому очень легко представить, почему вы выбрали эту тему. Чем больше мы будем знать о себе и уважать себя, тем больше мы сможем настроиться на то, что этот год принесет нам намного большие и обильные плоды. Нам нужно считать себя достойными этих обильных плодов. Вы заслуживаете этого. Тогда жизнь будет давать вам новые и новые достижения и успехи. Это не то же самое, что ожидание. То, что вы понимаете, что вы достойны чего-то, дает вам право на получение этих плодов. Не нужно говорить, что я заслуживаю или ожидаю чего-то, я заработал, заслужил парабуру уже. Это неправильный подход. Я говорю о видении, о истинном видении, о призвании тех вещей и даров, которые должны прийти. Человек, каждый человек, существо дающее, это безусловно, поэтому каждый может быть и получающим. И этот год, год получения и открытия нового. Что бы вы могли посоветовать, как уважать себя и жить в гармонии с собой? Подскажите, пожалуйста. Да, действительно. Я бы дала простой совет, но вы сочтете его невозможным, а я скажу, что это самый простой способ. Отрекитесь от всего, что больше не нужно вам и не подходит. Все эти представления и принципы, которые стали железобетонными, представления о жизни, которые стали уже чем-то механическим, нужно отвергнуть, отринуть ради нового взгляда на мир и новых представлений. нужно выполнять задачу, как будто вы выполняете ее в первый раз, а не в тысячный раз. Тогда вы узнаете о новых возможностях, почувствуете их. Позвольте себе лишь подумать о том, что жизнь можно обновить, начать снова, в любой момент, при любой возможности. это может стать возможным, отриньте невозможность. Перемены придут быстрее в таком случае. Как же нам отказаться от старых представлений? Это довольно сложно, особенно для человеческого разума, который любит накапливать информацию, представления, идеи, принципы. одним из лучших способов было бы не просто отречься и выкинуть, а заменить, чтобы не было пустоты, заменить старые представления новыми представлениями, очень безболезненно для себя, для личности, для своего «я», и тогда мы сможем сказать «так-то лучше». Наш мозг привык к полярностям, к противоположностям, и он выберет то, что лучше, и нам в таком случае будет легко отречься от старого. Я говорю о познании возможности нового начала, и, конечно же, нужно думать, как заменить старое новым, для того, чтобы достичь этого результата. старое начнет отмирать безболезненно. Я даю вам этот совет, потому что он не предполагает борьбы с собой и с чем-либо еще. Ваш разум будет сотрудничать с вашим «я», и вы сможете восстановить себя, а не просто решить проблему. а в чем же разница между высокой самооценкой и ее проявлениями, или низкой самооценкой и проявлениями? Это способность проявлять высшую истину. Я бы сказал, что это очень просто проявлять или являть, в общем, часто неправильно воспринимается людьми. Они слишком часто его используют, потому что они думают о том, что они могут привнести в жизнь что-то, что можно потрогать, осязаемое. Например, вы не можете обладать явным нужным количеством денег для того, чтобы купить чего-то, и для вас это доказательство того, что вы не можете проявить покупательскую способность для меня являть или проявлять лишь предоставить возможность, призывать, давать возможность и давать доступ. Так, проявление это доступ, доступ к новым идеям и понятиям, к новым мирам. И в этой новизне и состоит ткань возможностей, которые открываются перед нами. Еще одним аспектом являются вещи, вещи вторичны, а мысли и представления первичны. Довольно легко предъявить, проявить вещь или видение, чем, например, предоставить деньги. У денег нет стоимости, она приписывается им лишь временно. У каждой валюты есть разные периоды, взлеты и падения. Валюта может быть востребованной, а может быть и нет. Но видение, правда, представление, это обладает свидательной силой, которая идет изнутри, и человек может работать с этим, проявлять это и пропагандировать. Итак, сейчас довольно много обсуждается проблема долга, как долга финансового, так и чувство долга. Что ты об этом думаешь? Это очень свойственные человеку вещи. В некоторой степени человечество чувствует, что находится у кого-то в долгу или в услужении у кого-то. Человечество полагает, что оно служит Богу или земле, или как-то сковано или приковано к хозяину. И это представление как раз и создает долг. Если кто-то в долгу у кого-то другого, создается отношение, в котором участвует долг. И это отношение будет проявляться во всех сферах жизней. Это очень человеческое понятие, которое существует на земле уже довольно долго, до тех пор, пока человечество не познает собственное происхождение и не освободится от пережитков прошлого. Человечество будет продолжать бояться и быть в долгу у кого-то. Сейчас наша тема, конечно же, не мировая экономика, но человечество действительно в долгу перед самим собой, поэтому мир тоже в долгу. Каждая страна сейчас является должником. Экономика каждой страны связана с экономиками других стран, и если один не поднимется, упадет и другой. И это периоды взлетов и падений многих экономик. Конечно же, все это влияет на самооценку многих людей. Я считаю, что это не очень хорошая мысль сравнивать себя или мерить свою ценность тем, сколько каждый накопил денег или какое количество друзей или долгов есть у субъекта. Это очень человеческие представления, не божественные, божественные представления, кстати говоря, те представления, которые существуют, потому что существуют сами по себе, а не потому, что их создали люди. Божественные идеи не требуют земных событий или людей для того, чтобы те могли реализовать их. Идеи такие существуют просто потому, что они существуют, независимо того, думают о них или не думают. Вот такое определение долго может быть вам полезно. Почему же людям сегодня для определения своей ценности нужно какое-то мерило? Деньги или долг или что-то еще? Задай свой вопрос снова. Да, конечно. Почему же сегодня людям для определения своей ценности нужно какое-то мерило? Деньги или долг? Потому что их не научили делать это по-другому. Никто не показал им, что же такое истинное созидание и как каждый из нас может созидать, исходя из своей природы. Вместо этого людей учили давать в долг, брать в долг, искать у кого-то чего-то, покупать. Например, вы ищите мудрость у кого-то другого. Даже сейчас вы пытаетесь приобрести мудрость у Гаи. И хотя я довольно щедра и со мной легко иметь дело, вы увидите, что я расскажу вам о высшей правде, о открытии самих себя. Человечество, чтобы подняться, сейчас должно найти в себе значимость, стать частью целого и соотноситься с другими вещами. Только тогда человечество будет в гармонии с внутренним и внешним миром. Границы начинают смещаться и изменяться. В таком направлении движется человечество. Некоторые быстрее, чем другие. Это одна из самых древних идей, которые царят, распространяются на земле и живут в нашей психике. Даже уже, когда вы появились на свет, всем понятно, что есть цель, которую нужно достичь, и долг, который нужно заплатить, но что же вы будете делать со своей жизнью. Не достаточно быть студентом жизни. Нужно учиться какому-то ремеслу, обладать талантами, которые нужно демонстрировать всем, иначе ценность ваша низка. И так либо пан, либо пропал. Нужно обладать каким-то ремеслом и другими качествами. Вот мы говорили о внутренних и внешних знаках высокой или низкой самооценки. Как их, скажите, пожалуйста, можно распознать? Какие нужны для этого качества и способности для распознавания? Еще раз, задайте вопрос, еще раз. Да, конечно. мы говорили о внутренних и внешних знаках высокой или низкой самооценки. Каковы же способности распознавания этих знаков? Есть ли какие-то признаки для того, чтобы определить, как самооценка человека связана с этими проявлениями? Действительно, внутренние знаки являются отражениями света. Их легко распознать для многих. Другим же сложнее. Однако, они присутствуют всегда. Почему же? Как мы уже сказали, человек намного больше, чем просто человек, потому что человек имеет душу. Душа божественна по происхождению. И это происхождение позволяет душе общаться с человеком, с собственным я и со всеми частями жизни человека. Внутренние советы происходят от связи с душой. Душа есть правда. и даже если я хотел бы задать вам вопрос, а ответом было бы «я не знаю», то в каком-то уровне, в какой-то момент, в каком-то месте вы знаете ответ. Где-то есть «да» или «нет». Где-то есть понимание всех вещей. Поэтому внутри нас есть знаки. В каждом есть свое тихое место, тихая область, которая знает все и знает, что она знает все без исключения. И эта внутренняя область всегда будет снабжать вас знаками. Для тех, кто не общается со своей душой глубоко, могут быть отражения внутренних знаков, потому что на всех вещах мы можем видеть отражение. Свет имеет тень, у дерева есть корни, все имеет видимое и невидимое. И внутренний знак можно показать снаружи, но нужно научиться распознавать эти знаки, что требует доверия к своей интуиции, к своему я. Когда кто-то говорит, покажите мне знак и получает этот знак, тогда возникает необходимость верить, доверять знакам, а не говорить, о, это была лишь случайность. Нет, я не верю, наверное, это что-то не то. Я буду думать дальше, до тех пор, пока не придумаю логическое решение. Нам нужно распознавать не только знаки, но нужно обладать доверием к знаку, к себе, и нужно обладать мужеством, чтобы сделать следующий шаг, потому что очень часто знаки будут указывать на новые подходы и пути к тому, как что-то сделать, новые направления, нужно мужество для того, чтобы совершить этот следующий шаг. Он может быть в абсолютно другом направлении. что-то еще, чем бы вы хотели поделиться с нами для того, чтобы завершить интервью и обсуждение темы? Да, есть. Например, какое-то финальное ключевое послание или что-то, что вам дорого, что-то, что имело практическую ценность. Я скажу следующее. все моменты без исключения стоят того, чтобы их пережить. Даже те, которые представляются нам самыми сложными, потому что эти сложные моменты именно те, которые помогают жизни перейти на следующую стадию, более красивую, более совершенную или более прибыльную и богатую. Все моменты стоят, чтобы их пережить. Мы видим что-то глазами, но когда есть такая возможность, закройте глаза и посмотрите внутренним взором, что же происходит вокруг. А потом глубоко вздохните, сделайте паузу и смело шагайте вперед. Делайте это для себя и для всего человечества, для того, чтобы дать выбор всем, для того, чтобы отказаться от старых представлений, дать дорогу новым созидательным мыслям и идеям для будущего каждого из нас в этом году, в следующем году и в следующей эпохе. Дитя, это именно то, что я хотела сказать. как прекрасно. Это действительно очень красивые слова. Я хотел бы поблагодарить вас от лица сообщества и всех слушателей, аудитории нашей программы, независимо от того, находятся ли они онлайн или будут слушать программу в записи. Вы очень много дали нам и очень много рассказали. Я благодарю вас от всей души. Большое спасибо. Привет, Лусяна. Я снова с вами. Привет, Пеппер. Это было прекрасно. Все интервью и то, что ты нам говорила, и то, что говорила Гая, это что-то особенное для всех нас. Я очень рада. Это прекрасная тема. Я думаю, что в данный момент времени она очень важна. Не знаю, кто из слушателей предложил, или это была твоя мысль, но я думаю, что это очень насущная проблема. Мы создаем землю изнутри, и нам нужно понимать, что все, что мы делаем, является действительно важным и ключевым. да, я думаю, что это очень важно. Многие люди просили меня поднять эту тему, поэтому я подумал, что действительно стоит поговорить об этом. Если людей это интересует, то возможно, да, да, да. Нам стоило обсудить эту тему на шоу. Я очень благодарна Гае за мудрость, которую она поделилась с нами. А хочешь ли ты что-нибудь нам сказать? Я хотела бы пригласить всех слушателей чаще получать послания от Гаи, если им это интересно, если у них есть стимул. приглашаю всех посетить мой веб-сайт pepperluis.com Я также приглашаю вас посетить мою страницу на Фейсбуке. Там есть аудио и видео файлы. И хочу сказать, что на прошлой неделе последние несколько дней по всему миру происходили странные события. мертвые рыбы и птицы повсеместно. Я получила много писем с просьбой объяснить, что же случилось. Поэтому я записала радио обращение, которое разместила у себя в Фейсбуке на странице, а также на Ютьюбе. Там можно найти Гая Ченнел, канал Гаи, и найти этот 10-минутный файл, в котором рассказывается, что же случилось с птицами и будут ли схожие события происходить в будущем. Кроме того, я собираюсь записать еще несколько аудио и видео файлов относительно этих событий. Еще можно выйти на связь с Гайей через iTunes. Там есть бесплатные подкасты, их можно легко загрузить на компьютер, нужно лишь зарегистрироваться и подписаться, их будут присылать вам на почту. Я готов сделать все, чтобы люди были на связи со мной и с Гайей. Ты говорила что-то про YouTube. Это Гайя онлайн или Гайя ченнел, как найти? Я сейчас не перед компьютером, но просто в поисковике можно ввести Пеппер Льюис или Гайя ченнел, канал Гайи. И легко можно найти эти страницы и ссылки. Там есть видео и аудиофайлы. Если на YouTube напрямую не будет ссылок, можно через Facebook на эти файлы выйти. Прекрасно. Да, если вы найдете ссылки, то всем будет легко ознакомиться с файлами. Есть PeacefulPlanet.com Еще PeacefulPlanet.com peperluis.com и PeacefulPlanet.com это одно и то же. Pepper Lewis это главный сайт на сегодняшний день. А PeacefulPlanet это был сайт, который использовался очень много раньше, но по мере того, как я становлюсь более известной по всему миру, возникает проблема. Многим сложно произносить PeacefulPlanet. Поэтому мы объединили все под брендом Pepper Lewis. А, это очень умный ход. Кроме того, Pepper Lewis, которая сегодня была с нами, является автором книги, которую можно купить через интернет, скачать. Нужно зайти на страницу Pepper Lewis, и там будет ссылка. Я знаю, что многие ваши слушатели живут в Южной Америке и других удаленных странах, куда довольно сложно доставить некоторые товары. Поэтому для определенного количества позиций мы предусмотрели возможность электронной загрузки. Есть, например, набор дисков с файлами относительно 2011 года. Предсказания, прогнозы, что случится. их можно купить по интернету. Зайдите на домашнюю страницу pepperlewis.com и увидите все сами. Там будет ссылка. Прекрасно. Это очень хорошие новости, уважаемые слушатели. Если у вас есть желание узнать больше о Pepper Леогайе и о том, что будет дальше, вы можете по ссылкам с ее домашней страницы перейти и скачать все. Также на сайте нашего радио будет запись передачи и будут предоставлены скрипты. Большое спасибо, Pepper, за всю мудрость, которую ты с нами поделилась. Я очень благодарна тебе. Я благодарю тебя от своего лица, от лица слушателей и сообщества. Пожалуйста, мне было очень приятно быть с вами. Всего доброго, до следующего раза. Субтитры